Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Девочки, как вы? Готовы к Новому году? Готовы уже к празднованию или нет? У меня на самом деле сейчас такие уже последние приготовления. Я думаю, что именно влог, формат влога в этом году, это будет уже последний. Так что всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам здоровья, самое главное здоровье. И хочу пожелать, чтобы у каждого из вас была возможность всё остальное, то есть здоровье, а всё остальное, была возможность исправить, починить, поговорить, купить и так далее и тому подобное. Я очень хочу пожелать ещё большого счастья каждой из вас, чтобы каждый из вас каждое утро просыпался и чувствовал себя счастливым и ловил себя на мысли, что он очень-очень счастлив. Я надеюсь, что у каждого из вас это обязательно будет. Вот. У меня последние такие приготовления к Новому году. Ну, такие буквально. Сегодня приедет ко мне Ламода и покажу вам такие покупки для празднования Нового года. И в последний момент я решила заказать. И идея эта принадлежала одной из моих зрительниц. Она мне написала, что хочет устроить дома такую некую пижамную вечеринку и никакого платья, ничего, просто так на расслабоне. Так как у меня новогодний стол такой, знаете, немножко на расслабоне, скажем так, я ничего такого особого не готовлю, то и подумала, что заказать всем пижамки – это будет вообще такие новогодние, прикольные, это будет классно. На самом деле, не так уж и много осталось пижамок новогодних. В общем, сегодня покажу вам. Ну, и так будет влог такой наш на каникулах и так далее. Вот. У нас, помните, я вам снимала на Финском заливе. У нас шла такая большая туча, и она, видать, у нас подзависла, потому что у нас так пасмурно и достаточно темно. Вот. А я сюда пришла не просто так. У меня сейчас у моего старшего сыночка будет проходить онлайн-урок в школе SkySmart. На самом деле, для меня лично, так как вы знаете, я живу за городом, и для меня онлайн-уроки – это, ну, лучшее, что можно на самом деле придумать. И я всегда стараюсь как-то, ну, что-то такое найти, чтобы… Потому что одного отвези, второго отвези, привези, да, и так подобрать, чтобы они были у меня все, вот, как бы скопом отвезла, да, и привезла. Вот это, на самом деле, для меня очень сложно. Поэтому такие какие-то занятия онлайн – это для меня, конечно, ну, спасение в какой-то мере. Вот. Поэтому я с огромным удовольствием записала своего сына в эту школу. В общем, сейчас у него будет занятие по математике. Он у меня очень любит математику. Там в этой школе есть не только математика различная, есть даже программирование, создание сайтов. Это для мальчишек вообще очень-очень интересно, но мы решили начать с математики. Также английский – это, как бы, дополнительные занятия. Вот. В общем, сейчас будет… Вот у меня уже осталось две минутки, на самом деле. Сейчас будет проходить урок. Я немножко вам поснимаю, покажу. И, ну, я думаю, что моему сыночку понравится. И дальше пример идёт. Хорошо. Сможешь ли ты решить этот пример? Да. Давай я открою новую доску. И на этой доске ты можешь писать и самостоятельно решать данный пример. Каким цветом загорелся? Зелёным. Отлично. Это значит, что ответ правильный. А вверху дана оценка. Видишь? 8,3 балла. Вот. Это значит, что за эту карточку мы заработали 8,3 балла. В конце нашего занятия мы сможем узнать, какая у нас получилась итоговая оценка за всё занятие. Да, да. То есть ты только пока узнал, сколько стоит угла. А теперь тебе нужно узнать, сколько стоит медвежонок. Что для этого нужно сделать там? Надо 64 минус 34. Совершенно верно. Сейчас будет небольшая задачка на логику. Давай по порядку отметим там каждый вид занятий. Итак. Когда вам хотел посетить бассейн? Мне тоже понравилось. Задания были сложными или нет? Ну, так-то нет. Нет? Ты решал когда-нибудь раньше такие карточки? Нет. Нет. Это было в первый раз. Хорошо. Ты очень хорошо справился. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Спасибо. Так, ну что, прошёл у нас урок. Я вот разделась. У нас просто отопление. Мне как-то кто-то писал там, у меня есть розовое платье такое красивое на Новый год одеть. Да, но у нас дома жарко. Это потому что мои мужчины любят, когда в доме жарко. В общем, прошёл у нас урок. На самом деле, у меня сыночек старше, он немножечко, знаете, ну, как бы смущается обычно всегда, когда там новый преподаватель, да. И вот здесь вот, ну вот классный, очень классный молодой человек, учитель. И прямо он даже под конец урока, прям Лёва даже сказала, что очень классно. Потому что он такой, знаете, ну, начал с ним разговаривать, ну, как на равных, да. Он начал там что-то там спрашивать, там про компьютеры, про то. И прям Лёва так включился. На самом деле, очень классно. Мы будем продолжать. И в то же время, то есть, ребёнок классно проводит время. И в то же время это полезно, потому что здесь математика, он ещё там Лёва кое-какие задачи не получались. Он объяснил ему, что, как, куда, почему именно так нужно решать, а не так. И это всё наглядно, это всё. То есть, он там, ну, со своей стороны ему там пишет, да, показывает, что вот мышкой своей водит, что вот здесь так, а здесь этак. И, ну, прям вообще, ну, мне очень понравилось, честно. Учитель просто, ну, на мой взгляд, вообще классный. И то, что он, знаете, так вот стал не в форме именно учитель-ученик, да, а в форме просто такого человека, который помогает, да. Ну, это классно, на самом деле. Я люблю таких учителей, которые именно вот так ведут урок. И потому что я вижу, что детям это очень нравится, это, ну, большой отклик имеет. В общем, мне, по крайней мере, очень понравилось. Даже Лёве, он не устал за весь урок, он обычно, знаете, там, такой немножко смущается, как-то устает, не хочет, там, это не хочу, это не хочу, такой, знаете, у меня нехочуха. А тут прямо включился в процесс. Это, на самом деле, очень здорово. Плюс ещё то, что у меня Лёва уже в четвёртом классе, и всё это проходит на компьютере, на ноутбуке, на моём ноутбуке ещё, да, это ещё огромный плюс для моего сына, ему это очень, ну, всё вот это вот очень приятно. Поэтому, тем более у них ещё, также в школе проходила математика именно на компьютерах, да, и здесь он тоже делает всё, он на компьютере, там, что-то печатает, что-то он у него просил, там, рисовать на уроке, знаете. Ну, в общем, очень классно. Очень, мне очень понравилось. Это школа SkySmart, и, ну, вообще супер. Я думаю, что это, ну, сейчас с математикой мы немножечко разберёмся, да, я думаю, что это не последний наш урок, потому что, ну, вообще, даже вот по сыну впечатления у него остались очень хорошие. Ну, плюс математика – это один из любимых его предметов, вот, но что-то в этой четверти мы немножечко подкачали с математикой, поэтому решили немножко позаниматься как раз на каникулах. И время такое, понимаете, то есть не нужно никуда ехать, ничего, можно выбрать удобное время, да, в школе SkySmart, и именно в это время и позаниматься с ребёнком. Так что нам очень понравилось, будем продолжать обучаться с огромным удовольствием, вот. Ну, а я давайте сейчас вам покажу ламоду, что я там заказала и какие у нас будут, какая у нас будет пижамная вечеринка. Так, джусенька моя мне помогает. А вот здесь вот Касперюшенька мне помогает. Это у меня такие рабочие процессы, рабочие моменты, да. Давайте я начну с первого. Это для моего старшего сына. Я ему заказала уже мужской, немного ему большевато, но, вы знаете, я подумала, что если, во-первых, подсядет, а во-вторых, ну, он у меня не будет ходить в этом вот прям, вот сейчас вот на январьских праздниках, вот дай бог он походит, а дальше как бы, дальше вот непонятно, что будет. В общем, конечно, немножко странновато тут нарисовано, но ему очень понравилось. Ну, парень уже большой. Но самое прикольное в том, что это идет вот в такой вот новогодней коробочке. Представляете, вот такая пижамка. Правда, конечно, я понимаю, что уже, ну, как сказать, уже поздновато для вот этих пижамок, в общем. Но все же, вдруг кому. Это тоненький хлопок. У меня все уже, видите, что черного цвета, красный он мне не согласился. В общем, в принципе, на него какая была, потому что я брала в мужском отделе самый маленький выбирала пижамку, да. Такой странноватый рисунок, да. Ну, ладно, не будем об этом. Вот, в общем, вот такие идут брючки тоже. Здесь кармашки, и они не без резинки. Единственное, что вот у меня самый маленький размер, эско получается, да, но он не на высокий рост. То есть у меня сейчас сын, ну, где-то, может быть, метр шестьдесят три, вот так вот почти с меня ростом. Я метр шестьдесят пять, он практически с меня ростом. И ему по длине, вот чуть-чуть длинновато. То есть я думаю, что это, ну, метр семьдесят будет коротковато, наверное, штанишки. Вот, то есть как бы странные штанишки немножко. Ну, там об отзывах было, это написано. Ну, вот как раз сыну моему отлично. Так, теперь моему мужу. Я ему взяла на размер побольше вот такую футболку. Она такая серо-голубая. Ну, вот правильно показывает камера. Вот с таким вот тигром новогодним. На самом деле пижаму он мне не хотел. Он мне не любит вот эти пижамные штаны. Поэтому я взяла ему только футболку. И себе я тоже взяла только футболку. Потому что у меня есть такие белые брюки. Ну, они такие трикотажные домашние. Вот, я их редко, на самом деле, редко-редко одеваю. Вот, и я одену. У меня тоже достаточно странный рисунок, да? Но все же. Девочки, все, что было, взяла. Я захотела красную себе. Красную какую-нибудь новогоднюю. Ну, это не совсем новогодняя, но такая, ну, пойдет. Вот, в общем, себе вот такую вот футболочку я себе взяла. Что, ну, размер? Размер, по-моему. Ой, а что тут ни бирочки, ничего нету? Чего-то. Что тут у нас? Футболка женская. XS. Странно. Я вроде S-ку заказывала. Да? Ну, в общем, она мне хорошо сидит. Она такая, ну, не сильно оверсальт. Смотрите, она какая широкая. Ну, какой же это XS? Это S-ка, M-ка даже. S-ка скорее по размеру, потому как она на мне села. Но я сегодня ничего примерять не буду. Я вам покажу уже, когда мы будем праздновать, как все это дело будет выглядеть. Себе я к этому взяла вот такие тапки. Девочки, тапки, это вообще моя любовь. Я люблю тапочки, всякие разные. Вы видели, я Фуберлик заказывала. И, короче, сейчас тоже не удержалась. Не удержалась. Просто, в общем, будет у меня... На самом деле по цвету они почти похожи. Я не скажу, что вот это морковные. Камера как-то показывает, как морковные. Нет, они красненькие. Вот такие с бантиками. У меня будут такие белые трикотажные брюки. Тоже от какого-то костюма, кстати. У меня были вверх. По-моему, у меня испортился. Остались только брюки. Вот такая футболка. Вот такие эти самые. Это будет у мужа. То есть муж с сыном у меня будет на темной стороне. А мы с младшим сыном будем на красной стороне. Это ему вот такую пижамку. Смотрите, тоже. Я не знаю, что это такое. Новогодние рисуночки такие, да? И вот такие вот брюки у него к пижамке. Единственное, что у него пижамка с длинным рукавом. Но с коротким рукавом уже никаких футболок я не нашла. Ну, закатает рукава. Ничего страшного. Вот она тоже тоненькая, хлопковая такая. Не знаю. В общем, здесь у него с оленями вот такими. То есть мы с ним будем красненькие. Правда, у меня будут не голубенькие штаны. У меня будут белые. А у него вот такие голубенькие штаны. Вот. Так что вот так. Ну, еще я попутно заказала это нижнее белье. Своему младшему сыну. Вот такой тут набор. Вот. Ну, такой хороший, качественный. Вот. Не знаю. Дисней. В общем, ему понравились вот такие. Как типа из мультиков. Вот. Так что вот такие вот у нас будут наряды. На самом деле, мне кажется, если вместе сфотографироваться и встать вот так вот. Я муж рядом старший сын, а с другой стороны мужа младший сын. Да, и будут такие темно-красные. Темные и красные. То будет прикольная фотка. Вот. Ну, ссылки, кому интересно, я, конечно, оставлю вам внизу в инфобоксе. Но я думаю, что это уже не актуально. Потому что уже время, уже вот-вот Новый год. Но вдруг кому на будущее. Но тапочки вообще классные. Они в другом цвете есть. Смотрите, какие бантики. Я обожаю тапки, девочки. Это какая-то болезнь у меня. Болезнь тапок. Вот. Так что, да. А мы сейчас еще поедем в школу. Последнее у нас занятие в школе нашей. Вот. Ну, в школе старшего нашего сыночка. Вот. И попутно еще зайдем в магазин. Нужно будет купить. Ну, в общем, всякое мясо. В общем, всякая колбаса. Ну, в общем, всякую ерунду, короче, нам надо будет еще в магазине купить. Так что мы поедем. Перед Новым годом я не только закупаю продукты себе. Ну, и, конечно же, еще хвостиком своим купила. Заказала. Потому что, хотя они на праздниках тоже нормально работают. Но у меня должны быть запасы, девочки. Котам у меня еще полно всего. Вот. Поэтому заказала своим боночки джуси. Бони вот такие. Вот они появились. Они часто пропадают. Вот эти вот паучи. Именно, которые 10+. Вот. Хотя нам 9. Но ветеринар мне говорил, что лучше уж вот такие давать. Ну, то есть для уже пожилых. Потому что они и усваиваются лучше. И, в общем, ну, витаминчики всякие. Вот. Правда, эти средних размеров. Ну, мы как раз... Ну, в общем, мы входим в эту категорию. Вот. В соусе вот такие вот купила. Все время забываю, что здесь в упаковке 10 штук. Две мне еще дополнительно дали. И вот это для джуси моей. Тоже такие. Это я им вечером даю, если не даю мясо. Вот эти пакеты я ни с чем не смешиваю. Меня как-то спрашивали. С рисом там или с гречей. Нет, ни с чем не смешиваю. Просто даю. Ну, это, конечно, так чисто символическое. По крайней мере, Бонни. Джуси-то это полноценный прием пищи. А вот Бонни... Ну, ну, что делать? Вот. Еще взяла на пробу вот такие. Мне кажется, я их не покупала. Хорошие очень отзывы. Вот такие баночки. Здесь как бы тоже не очень много. 290 грамм. Здесь-то вообще мало, девочки. Вот в этом пакетике. Сколько здесь? 140 грамм всего. Так что Бонни, это, конечно, маловато. Но когда совсем так голодно, я могу 2 дать, например. И вечером я даю или пакетик, вот этот вот, или, ну, пауч, да, он правильно называется, или мясо, или-или одновременно не даю. Говорят, что так не очень хорошо. Вот. В общем, вот такие вот на пробу. Не знаю, понравится моим или нет. Это 2 с говядиной я взяла и 3 баночки вот такие с говядиной с картофелем и горохом. Вот. Ну, не знаю, понравится или нет, но мелкой-то моей в любом случае понравится. Она любит у меня вообще влажный вот такой корм. А Бонни не факт. Она у меня привереда стала. Поэтому, да. В общем, на новогодние праздники у меня запасы есть. Котов есть. Надо было собакам докупить, чтобы у меня были запасы. У меня всегда должны быть запасы кормов. Иначе я начинаю нервничать, что кормить хвостатиков будет нечем. Субтитры сделал DimaTorzok. Отдали маленького. Идем за колбасой с Левой. И за мясом. Смешно. Он в некоторых окошке украшенный. Прикольно. Пошли за мясом. Пошли с Левой за мясом и колбасой. Пока маленькие учатся у нас. Опоздали. Ехали, ехали. Опоздали. Медленно шел. И вот он... Я его начал подтаскивать. Он быстрее шел. Упал еще. Куда? Уши высокие. Потому что там уже елочки продают. Понял. Уши. Такие. Ничего прикольные, пушистые. Не знаю, вида не видно. Когда мы ехали, она примерно была 3 метра. А, смотрите, какие прикольные елочки. Понял. Он там маленькая даже есть. Да. Ну ладно, мы за мясом. Нам туда. Нам елка не лежала. У нас есть. Пробки сейчас везде не падали, Лева. Лева, держи меня. Я держу. Я все здесь не падаю. Купили колбасу с Левой. Пришли маленького забирать. Как красиво украшено. Вон там как красиво украшено все. Огонечки. Всякие. А мы пошли забирать. Забрали ученика нашего. Смотрите, у нас тут что-то краску кто-то. Это какая-то... Честно, она и шла. И краску развивала. Зачем? Красная. Желтая. Она какая-нибудь красная. Какая-нибудь это... Ну, задание какое-нибудь новогоднее. Ну, Владик, сменка-то, смотри что. Ну, сейчас сломаешь все. Тут и красная, и фиолетовая, и желтая. Да. Мы думали, что кто-то... Сокрыли, а потом... Владик, не хулиганчик. Как отзанимался? Влад, как отзанимался? Не хотела ехать. Ага. Вообще ни в какую. Я в Бужоу. Бужоу. Да, еще в машине заснул. Ой, да, смотрите, у многих окошки украшены. Красиво. Гирляндочки уже у всех. Да? Все. Все, едем домой. Да, шлик тоже. Так, ну что, приехали мы домой. Уже восьмой час. Это мы в один магазинчик там зашли. Не первый раз, кстати, покупаю. Вот такие арахис молочной глазури. 228 рублей. По вкусу они как ММД-мки, честное слово. Джус, перестань. Джуси. Это она к чему я зашла в лесной магазин? Джуси. Мама, что тебе сказала? Опять буду тебя ругать. Буду тебя ругать. Что это такое? Вот. В общем, очень вкусный. И еще мы все время покупаем со старшим сыном вот такой морс брусничный. Я его уже как-то показывала. Есть брусничный, есть клюквенный. Это изготовитель России. Но он очень такой вкусный вообще. Прям как натуральный. Вот видите, мы в машине пока ехали. Сейчас пробки стояли. Пробки вообще ужасные. Везде народу много. Все готовятся к праздникам. Вот. И в самом мясном магазине тоже было много народу. Сейчас покажу все наши покупки. Так. Вот почти все покупки. Да, Бона? Сейчас. Сейчас, Бона. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Тихо. Тихо. Не могут они. Понимаете? Значит, купили колбасу вот такую вареную. Вот это очень вкусная колбаса. Всегда ее берем. Это Тольятти, по-моему, да? В общем, не помню, могу ошибаться. Вареную колбаску купила. Здесь я купила вологодское масло. 360 грамм кусочек. Мне сразу взвесили. Сейчас, Бона, не надо. Не надо. Вологодское масло очень вкусное. Я на развес там беру. Ну, на выпечку и так, на бутерброд тоже вкусно. Творог домашний. Но не знаю, чей. Я вообще хотела сегодня вечером поесть творог с молоком. Но что-то пошло не так. Я вам сейчас покажу, что пошло не так. В общем, чуть-чуть попозже. Так, вот такую колбаску в нарезке я взяла. И вот такую вот тут много. Но все же это шинка. Шинка или шейка? Шинка или шейка? В общем, забрала все, что было. Вот яйца. Домашние вот эти яйца. Очень хорошие, очень вкусные. Вообще мне очень нравятся. И по мясу. Взяла 4 окорока. Я их поделю. Может быть, я там сделаю... Ну, что-нибудь сделаю с курицей. Тот же плов можно, да. В общем, 4 окорочка. Нормально нам. И фарш. Это из грудки индейки. Обалденный у них фарш. Котлетки такие прям белые внутри. Сочные. Вообще очень нравятся. Вот я купила это. Ну, на после... После Нового года, да. На новогодние праздники. Я подзапасаюсь, чтобы уже никуда не ездить. Но все равно куда-нибудь-то поеду. Ну, в общем, вы поняли. Это с девчонкам моим. И не только. Вот они тут. Вот они тут. Значит, куриные желудки индейки. И желудки, и сердца индейки. Тоже. Но они и те, и те по 400 с чем-то рублей стоят. Леофан. Вот этот товарищ. Он тоже ест и то, и другое. Поэтому я покупаю. В общем, сейчас я отдам. Покормлю ужином девчонок. Покажу вам еще покупки. Так, все. Дети ужинают. Да? Леофан ужинает. Уже вот это откуда-то притащили сюда. Как всегда. Леофан. Видите, тоже я миленько нарезаю. Вот эти вот сердечки индейки и желудки. Он тоже кушает. Он кушает. Остальные не едят. Ну, коты я имею в виду. Эти-то совы сейчас с огромным удовольствием. У нас рядом со школой открылась такая булочная. Называется «Все для дома». Мы с месяц, наверное, если не больше, со старшим сыном на нее смотрели и все хотели зайти. В общем. Девочки, вы смотрите, какая вкуснятина. И вот это тоже вкуснятина. Вот такая. Это мы взяли 4 буше. И еще вот здесь вот мы взяли маленькой коробочки. Три сметанника и одну вот такую тирамису попробовать. В общем, сейчас будем пить чай. Посмотрите, какая вкуснятина. Обалденно. Очень вкусно. Вот так вот. Ну, мы решили отпраздновать окончание четверти, каникулы и все остальное. В общем, будем пить сейчас чай. Но пироженки. Смотрите, тирамису какую. Блин, девочки, кто худеет, не смотрите меня вообще. Не смотрите меня. В общем, будем кушать. Ну, относительно других. Вот это буше 98 рублей. Вот это 85, по-моему, кусочек. А тирамису? Я не помню, сколько, честное слово. Вот. Так что вот такая вот у нас вкуснятина. Так что все. Мы отдыхаем. Поели вкусно. Надо себя баловать иногда, правильно? Можно. Даже нужно. Вот. В общем, всех поздравляю с наступающим. Еще одно видео будет на моем канале. Это закупка продуктов в ленте. Мы с мальчишками завтра как раз поедем в ленту. Вот. Вы, наверное, завтра. Как раз когда мы поедем в ленту, вы, наверное, увидите этот влог. И все. И уже потом. Потом. В следующем году. И вот эту пижамку, как смотрится на мне, обязательно поснимаю 31 числа. Вы меня также просили поснимать все-таки, как мы будем праздновать 31 числа. То есть, что будет на столе и так далее и тому подобное. Я, если честно, даже прическу себе никакую не хочу делать. Вот я буду в этой пижамке классной. И все. И мне больше ничего не надо. Вот. По-моему, Татьяна Кузнецова мне написала, да? Анна Борисова тоже поддержала эту тему. По-моему, Татьяна Кузнецова, по-моему, вы мне написали. Я могу путать, извините, если что, вот, по поводу того, что будет в пижамках. И я буду в пижамках. Так что вот так. В общем, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok